Прославленный ульяновский русский народный хор отметят 60 лет. Знаковое событие состоится 25 февраля на сцене Дворца Дружбы Народово-Губернаторский. Правда, выступать они будут под другим именем – русская песня. Но стаж многих артисток ансамбля почти соответствует юбилейной дате. Когда-то их голосами восторгались и в Ульяновской области, и за рубежом. Одна из участниц коллектива «Русская песня» Тамара Попкова, бывшая работница радиолампового завода, пришла в Ульяновский русский народный хор ДК «Профсоюзов» в 1968 году. Как она вспоминает, на тот момент коллективом руководил Алексей Попов, а хормейстером был Владислав Корчев, который позже стал руководителем ДК «Первого мая». Я за четыре месяца всю программу выучила, и меня взяли в поездку. Осенью, в сентябре, была поездка до Ленинграда на теплоходе. Конечно, я вообще не представляю, ну как бы это, я не пришла тогда. И как бы сложилась моя жизнь. Конечно, это моя жизнь, вторая жизнь, это второй стаж параллельный. Для Тамары Владимировны хор действительно стал судьбоносным. В этом коллективе она познакомилась со своим будущим мужем. Можно сказать, за кулисами ДК «Профсоюзов» росла их дочь. А когда гастроли были многодневными, брали ее в поездку. Порой с концертами разъезжали по селам области в течение трех недель. Дожидались вечером, когда доярки, значит, управятся на фермах. И где-то концерт начинался, ну, часов в одиннадцать, наверное. Мне тогда казалось, вот, ну, собственно, так и было. Прямо до самой сцены люди, дети, по крайней мере, вот так облокачивались на сцену. Вот. И вот мы, вот прямо, мы на сцене, а люди в зале, и казалось, это одно единое. Интересно, что звание народного коллектив получил в 1961 году после выступления в колонном зале Дома Союзов. С тех пор это звание надежно закрепилось за коллективом. Каждые три года уже современный состав защищает его и не теряет. Выступления ульяновского русского народного хора обязательно сопровождались танцами и живой игрой оркестра русских народных инструментов. Сейчас коллектив пытается реанимировать танцевальные номера. В этом ему помогают молодые участницы. Пришла в коллектив совершенно случайно в 2002 году. Я занималась современными танцами, ходила в другой коллектив. Мне очень хотелось выступать, хотелось гастролить, то есть расширить, так скажем, ну, не знаю, сферу, что ли. И я решила попробовать себя в другом коллективе, тогда я не знала, что он народный. Пришла на первую репетицию, и после первой репетиции я здесь осталась. После рождения ребенка Валентина на несколько лет ушла из коллектива. А когда вернулась, танцевальной группы уже не было. Руководитель предложил заняться ей пением. С Валией в коллектив пришли еще три молодые девушки, которые раньше занимались танцами. Мы занимаемся тем, что еще делаем хоры по танцовке. У нас теперь есть номера и с танцами. Когда мы танцуем, хор поет, солирует. Либо мы танцуем и подпеваем в танцы. Мы еще добавили современный репертуар, потому что у нас сейчас будет в юбилейном концерте один номер, где у нас под современную обработку народная песня. Больше шести лет народным коллективом руководит Надежда Мосякина. А ансамбль стал называться «Русская песня» в хоре 14 участников. Было страшно, потому что коллектив такой именитый, с хорошими традициями, с устоявшимся репертуаром. Но когда включилась в работу, все пошло. Когда любишь дело свое, оно идет. И очень многому я училась у участников, неизримо. Я сама с ними работала, но тем не менее от них очень многое брала. Вот ту школу, которую они прожили. Сейчас идут репетиции юбилейного концерта на сцене Дворца Дружбы Народово-Губернаторски. В программе мероприятия как полюбившиеся песни из Золотого фонда ансамбля, так и новые произведения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шестидесятилетием русскую песню поздравят творческие коллективы Центра народной культуры. Ансамбли танца «Дети солнца», «Симбирские узоры», «21 век», «Театр моды», ансамбли русской песни «Заваленка», ансамбли русской песни «Волгари», а также ансамбль танца «Мозаика Дворца культуры строителей». Я приглашаю в первую очередь бывших участников хора, танцоров, музыкантов, исполнителей, хоровых исполнителей, потому что это ваш праздник, и, конечно же, всех любителей народной песни. Концерт ансамбля «Русская песня» станет настоящим праздником для души и точно не оставит никого равнодушным.